Ну и следующая встреча Украина-Румыния. Украина-Румыния, причем интересная. Я вчера упоминал то, что и украинские, и румынские спортсмены активнее всех начинают бороться. То есть первые секунды встречи, самые активные это румыны и украинцы. Вот сейчас два представителя этих двух стран встретились. И вот мы посмотрим, кто же будет побыстрее. В прошлом кругу украинский спортсмен выиграл у израильского спортсмена. Выигрывает косой захват. Румын что-то там такое исполняет. А вот украинский спортсмен четко переходит на рычаг локтя, но упускает руку. Перешел хорошо, но ногами действовал неплотно. И Румын выскочил, что называется, в этой ситуации. Косой захват цесарь забирает. Он очень часто бросал в предыдущей встрече с израильским спортсменом, когда боролся, броском через голову с подсадом. Причем с различными захватами. Выиграл косой захват украинский спортсмен. Вошел в обвив. Попытался сделать подхват. Теперь вот на рычаг колено. Хотел перейти. Выскочил из этого захвата Румын. За пассивное ведение борьбы румынский спортсмен был наказан. И минимальное преимущество имеет сейчас Богдан Цесарь. Бросок через голову с подсадом. Падение явно было на таз. И один балл спортсмену в красной форме. И по-прежнему настойчиво очень украинский спортсмен. Выигрывает косой захват. Бросок через голову с подсадом еще раз. Но свисток. Второе предупреждение за пассивное ведение борьбы объявлено спортсмену в синей форме. Один балл спортсмену в красной форме. Предложил Румын борьбу в партере. Переходил на рычаг локтя. И в этой борьбе украинский спортсмен был ловче и перешел на рычаг колена. Сначала защитился от приема, который делал Румын. А потом перешел вот сам на рычаг колена. Причем пробовал перейти на Ахилл. Сначала Румын от Ахилла защитился. И вот в итоге рычаг колена. А и рычаг колена сделать провести не удалось. Вновь ущемление Ахиллового сухожилия. И это также захваты сорвались. Опять не получилось. Причем отпустил захват именно украинский спортсмен. Говорит о том, что Румын был близок к завершению. Украинский спортсмен стал защищаться. Значит ему было больно. Вот сейчас он совсем защитился. Свою ногу дальше пропихнул поглубже под мышку Румыну. И это уже для ущемления Ахиллового сухожилия не так опасно. Но он говорит о том, что Румын там огрызнулся в партере. Что украинец не до конца стал делать Ахилла. А все-таки он перешел к обороне. Румын там огрызнулся в партере. Матю, победитель, победитель. Ну что ж, интересная была упорная встреча. Цесарь Богдан провел два броска через голову, заработал два раза по баллу и вышел в четверть финал.